Какой ассоциативный ряд возникает при слове Геральдика у большинства? Наверное, это лев на флаге, немцы, щиты, рыцари, средневековье полное. Собственно говоря, моя лекция направлена на то, чтобы вас в этом немножко разубедить. И Геральдика не есть какой-то такой старый отголосок вот этого далекого прошлого. Она продолжает жить, она остается живой. И сегодня я попытаюсь вам это показать. Что касается слова Герб, то первые ассоциации, наверное, при слове Герба какая? Орел, наверное, двуглавый, да? Российский Герб, Герб Российской Федерации, точнее. Так вот, я бы хотел сказать, что мы люди на самом деле, в отличие от большинства животных, отличаемся от них тем, что живем в основном в символьной и знаковой системе. Ну, сами посмотрите, собака вряд ли, если она, конечно, не выдрившись она специально, вряд ли будет реагировать как-нибудь на православный крест или на фашистскую свастику. Конечно, если у нее не выработан условный рефлекс на это. Человек же, люди же в своем большинстве реагируют на эти вещи. И слова, кстати, тоже относятся. Слова – это вербальная форма знаковых систем. Для людей вот эта вот знаковая символная система, пожалуй, даже является большим, чем реальный мир. Мы фактически видим весь этот реальный мир через сетку знаков и символов. Лиши нас этих знаков и символов, и языка в том числе, мы вообще, в общем-то, не будем ничего видеть, по большому счету. Поэтому человеку свойственно что-либо то, что он увидел, обязательно как-то назвать, дать ему какое-то определение, какое-то место в системе своего мировоззрения. Так вот, для чего, собственно говоря, нужны гербы? Ну, вопрос этот часто задают люди, которые не очень хорошо знакомы с Геральдикой. А ответ достаточно простой. Для чего вам нужно имя и фамилия? У каждого же есть имя, фамилия, у каждой организации есть название, у каждой страны тоже есть название. Для чего вам нужно имя? Чтобы как-то выделить себя из общей массы, да, как-то индивидуализировать себя. Но имя – это вербальная форма индивидуализации. А герб – это, в общем-то, получается, визуальная форма индивидуализации. Это то же самое имя, только в визуальной форме, по большому счету. Он может быть и у страны, точнее, у стран он обязательно должен быть. Нет такой страны, у которой бы не было герба, флага и других прочих атрибутов, которые свойственны странам. Он может быть у организации, и он, конечно, может быть у людей. Ну и перейдем непосредственно к лекции. Вот я говорил о том, что первая ассоциация при слове герб – обычно герб Российской Федерации. Вот мы видим здесь герб Российской Федерации, да, сегодняшний наш герб, двуглавый орел, он всем известен. Но на самом деле за всю историю своего существования он претерпел ряд изменений. Вот здесь показан еще герб, последний герб Российской империи. И герб, вот этот же двуглавый орел, лишенный всего фактически, обобранный – это уже герб, который возник после февральской революции 1917 года. Сейчас он является товарным знаком Центробанка, как вы знаете. Что тоже весьма странно, что на наших монетах находится не герб, как у большинства стран, а товарный знак Центробанка. Происхождение двуглавого орла весьма туманно и загадочно. Ну, а официальная версия говорит о том, что он пришел из Византии. На самом деле здесь версий огромное количество, я не буду на них останавливаться. А замечу лишь только то, что вот современный герб, который у нас существует, по поводу него очень много разных споров и на самом деле многих он не устраивает. Ну, хотя бы вот посмотрите на него и сравните его с имперским гербом. Цветовые различия есть. Во-первых, у имперского герба выделен язык, клюв, лапы, когти. Это признак того, что государство способно себя защищать. Вообще на гербах обычно всегда выделяют каким-либо иным цветом, в большинстве случаев красным, но в данном случае золотом. Вот эти вот признаки, признаки воинственности, признаки мужского начала. На современном российском гербе ничего этого нет. Он полностью одноцветен, к сожалению. И, по сути, он уже превращается из герба, таким образом, в эмблему, к сожалению. Другой герб, который известен, наверное, тоже большинству, вы еще, может быть, многие его помните, это герб Советского Союза. Появление герба Советского Союза и герба Российской Федерации. Ну, сначала и появился герб Российской Федерации. Вот этот, потом герб Советского Союза, когда образовался Советский Союз. Эти гербы, на самом деле, как уверяют многие геральдисты, гербами-то, по сути, и не являются. Потому что главный атрибут герба – это щит. Здесь, в гербе РССР, щит еще есть, картушный. Вот он, красный. Здесь щита вообще нет. Неудивительно, что советские власти решили полностью порвать со старой геральдикой, которая ассоциировалась во многом как раз с тем, с чем у вас ассоциируются рыцарские времена, феодальные какие-то времена, времена такого вот феодального расслоения людей. И решили кардинально все это изменить. Символика – серп и молот, звезда, восходящее солнце – на самом деле была взята не из потолка, не из пальца была высосана. А действительно, эта символика была распространена очень широко, особенно в Латинской Америке. В то время, в начале XX века, был большой интерес у всего мира к Латинской Америке. Почему? Ну, потому что Латинская Америка в это время, где-то всего лишь около 100 лет, как освободилась, это были страны, первые получившие независимость из колониальных стран. Тогда еще и Африка, и Азия спали в колониальном покое. А Латинская Америка как бы символизировала во многом вот эти свободы. И можно увидеть на чилийских монетах, на каких-то других символах, которые были присущи вот этим странам, эти атрибуты – серп и молот, восходящее солнце, звезда. Хотя звезда обычно встречалась с большей частью белые, но иногда и красные встречались. И неудивительно, что советское правительство взяло эти символы на вооружение. Но хочется отметить еще то, что эти символы во многом связаны с масонскими символами, на самом деле. Тоже неудивительно, потому что в Латинской Америке революционеры того времени, очень многие революционеры были связаны с масонскими организациями, которые провозглашали равенство, свободу и так далее. Ну и, в общем-то, эту тему, связанную с масонами и связью советского правительства, с ними я затрагивать не хотел, потому что мы уйдем тогда вообще в конспирологические теории. А просто я хотел показать пример двух вот этих вот гербов современного герба Российской империи и советского герба. Ну, мы видим, что фактически современный герб не несет никакой преемственности от советского герба. Хотя, когда разрабатывались варианты нового герба в 90-е годы, был предложен вариант такой, так сказать, компромиссный, где вот на месте, где располагается серп и молот, пытались разместить двуглавого орла. Ну, выглядело это несколько, наверное, нелепо и как-то уж слишком эклективно. Символы эти, конечно, несут в себе очень сильный эмоциональный заряд. Люди, которые неравнодушно относятся к советскому периоду, для них вот этот символ, конечно, этот символ у них вызывает определенные эмоции. И понятно почему. Не знаю, как у вас вызывает ли какие-то эмоции современный герб, двуглавый орел. Вот. Вызывает сильные, бурные патриотические эмоции. Нет? А должен. Ну, и я хотел бы поговорить о современной геральдике. Собственно говоря, этому и посвящена сегодняшняя лекция. Кто же делает современную геральдику? Откуда берутся вот эти вот все символы, которые сейчас нам всем хорошо известны и которые тиражируются в огромных количествах на разных официальных и не только официальных бумагах. И не только бумагах. Дело в том, что при президенте существует геральдический совет. Геральдический совет при президенте возглавляет Виленбахов. Он сотрудник Эрмитажа и, собственно говоря, еще с 90-х годов является председателем этого геральдического совета. Этот геральдический совет ответственен и за, так сказать, производство государственных символов, в том числе вот этого двуглавого орла, который сейчас существует. Он ответственен и также за символы, утверждает символы разных муниципальных образований, городов, в том числе вот и нашего города. А рядом вы видите человека, который, собственно говоря, и изобразил вот этот вот сегодняшний герб двуглавого орла. Это Ухналев, художник и автор современного герба Российской Федерации. Кстати, когда герб утверждали Российской Федерации, было два варианта. Ну, один вариант был золотой орел. Внешне они были выполнены одинаково, там различие в цветах было. Золотой орел на красном фоне, на красном щите. И черный орел на золотом щите, на золотом фоне. Президент Ельцин выбрал первый вариант, вот тот самый, который является сейчас гербом. Ну, тут он просто без красного щита, что, в общем-то, позволительно его иногда и так изображают. Ну, полный герб, этот орел должен находиться на красном щите. А посмотрите, имперский орел черный, да? Возникает вопрос, почему же стал золотым? На самом деле, орел почернел в петровские времена, при Петре Первом. У Петра до этого орел был действительно золотой. У Петра были причины сделать его черным, ну, как бы, ориентируясь во многом на Запад, потому что и на Западе орлы были, и двуглавые орлы тоже были. Например, Священная Римская империя, Австрия, там, многие государства, которые выросли на этой почве. Поэтому он сделал орла черным. Ну, в общем-то... Кстати, и по поводу крыльев. Крылья сейчас у орла подняты, да? У имперского орла тоже они были подняты. Поднял крылья орлу, как ни странно, такой исторический персонаж Дмитрий Первый, который был царем России, но больше известный в истории как Лжедмитрий Первый. Так как он был выходец из Польши, поэтому он и привнес вот эти вот элементы, как бы сделал Геральдику более правильной, более европеизированной. А до этого крылья у орла были опущены, как вот у этого орла, после Февральской революции, которую нарисовал известный художник Билипин, который прославил своими иллюстрациями к русским народным сказкам. Можно спросить? Да. А вот на деньгах, на железках, раньше крылья вниз смотрели, а сейчас новая версия пошла вверх смотрит. Как можно понять, время еще одно не сменилось, или уже как-то полезно вверх? Я не встречал таких монет. Вот знак Центробанка был вот такой, да? Вот старый символ. А сейчас такой? Сейчас, кажется, просто начали уже вот с этого года, как было обещано. Я вот ждал, но так монет я пока не увидел, но было обещано, что на монетах будет изображен российский герб. Но в принципе, я считаю, это нормально, когда находится герб страны на монетах, а не товарный знак пусть для Центробанка все-таки. По поводу того, какой правовой статус имеют современные гербы в России. Ну, я хотел бы больше акцент сделать на личных гербах, на индивидуальных гербах. Вообще, в России сложилась такая ситуация, что у нас в сознании укоренилось мнение, что гербы присущи только дворянам. Вот помнится даже такая ситуация, когда Пугачеву и Галкиной кто-то, какой-то художник нарисовал герб, подарил, и тогда Галкина спросили, почему вы его не используете? Он сказал, ну, я же не дворянин. Вот, на самом деле, это, наверное, свойственно в большей степени для российского менталитета, потому что на Западе давно, еще со времен Средневековья, существовали так называемые бюргерские гербы, которые не имели к дворянскому сословию никакого отношения. Это гербы обычных граждан, там, булочников, там, я не знаю, кузнецов и прочих, которые заводили себе герб и тем самым манифестировали себя и индивидуализировали себя из окружающей среды. Ну, учитывая то, что, на самом деле, в то время грамотных людей было мало и делать вывески, например, было иногда бессмысленно, логичнее было бы изобразить герб на вывеске своей, где там будет изображена какая-нибудь булка, например, там, я не знаю, или молоток кузнечный, что-нибудь в этом духе. Такие гербы существовали. В России они не получили широкого распространения, в принципе, в России геральдика вообще пришла только по большому счету личная геральдика с Петром. Да и у дворянских торадов не у всех существовали гербы, на самом деле, в России в то время. Во многом в России это носило такой бюрократический характер. Вот помнится, например, у Аксаковых существовал... Аксаковым нужно было обзавестись гербом. Ну, раз так положено, надо завести герб. Они, недолго думая, взяли польский герб Аксаков, который называется... Польская геральдика довольно хорошо развита, и приспособили до своих целей. Там изображено сердце, пронзенное стрелой. Так, видимо, созвучиваются фамилии Аксака и Аксакова, они вот этот герб стали использовать. Что касается современной ситуации, правовой в российской геральдике, то на самом деле здесь, можно так сказать, чистое поле. Никто это не регламентирует на государственном уровне. Вы можете завести свой собственный герб, можете его регистрировать, не регистрировать. Если вы будете его регистрировать, то регистрировать будете в общественных организациях, государственных организаций, как таковых, нет, которые занимаются регистрацией индивидуальных гербов. Государство, вот этот вот геральдический совет при президенте, он занят в основном только муниципальными гербами, регистрацией этих гербов. А частные гербы регистрируются в некоторых республиках, вот, например, в республике Мариэл, в Якутии, в Татарстане, то есть в некоторых субъектах Российской Федерации это регистрируется на уровне республиканском или на уровне областном. Но на уровне всей России, всей Российской Федерации такой организации, которая бы этим занималась, пока не существует. Возможно, она когда-нибудь появится, но это, наверное, скорее всего, дело будущего. А сейчас в основном этим занимаются общественные организации. Так вот, я об некоторых из них, наиболее, так сказать, видных, хотел бы сказать несколько слов. Всероссийское геральдическое общество одна из самых старейших организаций общественных, которая занимается и регистрацией, и производством в том числе индивидуальных гербов существует фактически с самого начала развала Советского Союза. Энтузиасты объединились, и сейчас вот она продолжает свою деятельность, создала достаточно большое количество гербов разным организациям, в том числе и церковным организациям, частным лицам и так далее. Ну, в частности, и я причастен к этой организации. Другая организация Союз геральдистов России. Эта организация в основном занимается производством, так сказать, муниципальных гербов. Вот, в частности, и наш герб, Ульяновский герб, и в том числе гербы городских и сельских поселений, которые существуют у нас в области, они созданы, так сказать, усилиями вот этой организации Союз геральдистов России. Сибирская геральдическая коллегия очень своеобразная в этом плане, потому что она создает гербы не всем гражданам, она создает только тем, у кого есть какие-то большие заслуги. Почетным гражданам, там, академикам, военным, не ниже звания генерала, ну и так далее. То есть у них какой-то вот такой подход достаточно своеобразный в этом плане. Еще довольно интересная организация это гильдия геральдических художников. Ну, здесь представлены как раз гербы этих организаций, которые существуют. Вот, гильдия геральдических художников интересна тем, что большая часть, ну, достаточно большая часть представителей этой организации входит в состав геральдической комиссии при президенте Российской Федерации. И их влияние очень сильно сказывается в целом на геральдику современной России. Ну и, конечно, есть большое количество, достаточно большое количество частно противоположных геральдистов. Несколько слов о частных гербах, какие гербы существуют. Дворянские гербы, дворянские гербы давно существовали в России, и они имеют уже определенную зафиксированную форму. Здесь вот вы можете увидеть герб киндзяковых. Все эти гербы выполнены мною. вы можете увидеть герб киндзяковых, герб фон Вик, барон фон Вик, это человек, дочь которого вышла замуж за известного художника Пластова. Уже в советское время, естественно. И герб Перси Френч. Собственно, у Перси Френч герба как такового не было, но если бы она захотела, у нее должен был быть вот такой герб, в котором нижняя часть вы видите герб киндзяковых, а верхняя часть это как раз герб Перси Френч, рода Перси Френч. Ну и вы видите, здесь везде дворянская корона присутствует, дворянский шлем с прутьями. Это женский герб, поэтому у него и строение другое, и шлема естественно нет. А вот личные бергерские гербы. Ну, эти гербы выполнены мною полностью. Притом, здесь в данном случае они выполнены в двух вариантах. Один вариант так сказать в западноевропейском стиле, а другой вариант в более русском стиле. Вот этот русский стиль так сказать, он активно навязывает сейчас как раз вот этой организацией гильдии геральдических художников. Это их придумка ставить над щитом вот такие вот русские шлемы с бармицей. И как-то ни странно, от них почему-то все-таки отходят вот эти вот, так сказать, лохмотья. На самом деле этот намет символизировал покрывало рыцарей, которые ходили в крестовые походы, но неясно каким образом он перекочевал таким образом на русские шлемы, которые в общем-то к крестовым походам в Иерусалим никакого отношения не имели. Корпоративные гербы тоже сейчас существуют, но вы видите, что в корпоративных гербах на самом деле нету как собственно говоря и в индивидуальных гербах нету какой-то такой жесткой закономерности по какому принципу их строить. Многие даже добавляют щитодержателей к этим гербам и многие другие атрибуты. Кто-то их отрицает, кто-то их признает. То есть, как я уже говорил, законодательства по этому поводу в России пока не существует. Если допустим регистрировать в какой-то республике, как Якутия или Мариэл, то нужно будет соответственно согласовывать этот порядок с теми правилами, которые там существуют. Ну, а в корпоративных гербах еще больше не разберите в этом плане. Здесь вот есть герб просто щит, есть герб с городовой короной, такой вот из кирпича. Вот этот герб выполнен мною для меликевской епархии малый вариант и большой вариант с вот этой мантией, что собственно обычно используется в графских гербах, но так как сейчас допустимо, это я решил воспользоваться и использовать его для большей визуальной эффектности в этом гербе. Герб еще чем характерен? он характерен тем, что он на самом деле живой. Герб не зафиксирован графически. Вот я уже говорил, то, что наш двуглавый орел на самом деле изображается везде одинаково, хотя может изображаться совершенно и в иных формах, главное, чтобы он соответствовал описанию, то есть так называемому блазону, описанию герба. И если он соответствует описанию, он может принимать совершенно разные формы. Это уже зависит от исполнителя, от живой начало герба. Если он фиксируется очень жестко, он превращается в эмблему и умирает как герб. Он по сути превращается в некий логотип. Вот в верхнем ряду один и тот же герб изображен. Но изображен совершенно по-разному. Хотя в общем-то везде соблюдет блазон. Единственный может быть это последний это вообще экслибрис на тему герба. То есть книжный знак. Единственное вот в этом гербе есть некоторые нарушения. Здесь кайма допущена, чего нет в остальных гербах. А в целом все эти гербы имеют право на существование и все они являются одним и тем же гербом. На почве этого я поэкспериментировал так сказать поиграл с гербом Ульяновской области. Вот официальное изображение герба Ульяновской области. Ну и вот мои варианты, которые в общем-то я считаю имеют тоже право на существование как живая форма нашего герба Ульяновской области. Один выполнил в таком несколько индустриальном стиле, другой восточном. Здесь даже надпись написан стилизованно вязью арабской и такой славянский. кстати в последнем гербе есть некоторая такая особенность они стоят на трех лапах а не на двух как во всех стальных вариантах. Честно сказать в блазоне в описании ульяновского герба не написано. предположительно конечно скорее все-таки они должны стоять поэтому в последнем гербе я допустил некоторую такую вольность в этом плане еще один вопрос который часто задают а что лучше логотип или герб на самом деле вопрос это из серии что лучше шашлык или арбуз я на этот вопрос не могу ответить как не могу ответить на вопрос что лучше шашлык или арбуз действительно и то и то хорошо но просто у каждого из них разные функции главное отличие герба то что он строится по определенным геральдическим заходам логотип строится в зависимости от фантазии художника дизайнера притом логотип графически так сказать сохраняется полностью и постоянно нельзя нарушить ни одну кривую ни цвет оттенок цвета хотя некоторые логотипы сейчас появляются такие так сказать меняющиеся подвижные логотипы в которых это допускается но тем не менее логотип и герб это все-таки разные вещи хотя оба из них несут по сути своей одну и ту же функцию они манифестируют индивидуализируют хозяина этого логотипа или этого герба вот здесь я показал логотипы так сказать гербообразные они очень похожи на гербы но все же гербами они не являются в первую очередь они гербами не являются по той причине что на каждом из них находится надпись ну вот это футбольные команды Валенсия это Барселона ну это мурманский север который очень похож очень похож на эмблему Барселоны видимо фантазии не хватило на каждом из них вы видите название на гербах вообще не принято что-либо писать в редких исключениях и то как некое отклонение нарушение допускаются какие-то буквы отдельные ну на самом деле это уже отход от честной геральдики геральдика оперирует исключительно символами никак не словами если слова и могут быть то они должны быть всегда на девизной ленте а на логотипах конечно это вполне допускается и логотип то по сути часто логотип является даже не картинкой а именно формой надписи какой-либо они же представлены вот кстати что замечено к гербообразным логотипам более всего склонны спортивные организации и организации которые занимаются производством пива и вина вот здесь показаны внизу так сказать логотип производителей пива тоже очень похожи на гербы но все-таки это не гербы это все-таки на самом деле логотипы ну и здесь почти герб щит без надписей да да есть сходство почти герб почти герб ну вот корона корона на самом деле если если это считать гербом то это корона возмутительно конечно и вообще непонятно зачем она здесь находится ну и использование современных гербов использование очень широкое начиная от того что гербы можно изображать на визитных карточках заканчивая тем что собственно говоря их можно наносить на любые предметы которые являются вашей собственностью вы тем самым манифестируете то что этот предмет является вашим вы можете наносить их на одежду на там я не знаю на посуду как это тоже наносилось и раньше в средневековье на тарелке например сейчас на крошке и так далее на автомобили на особняки если они у вас имеются кстати что интересно вот эта организация о которой я говорил сибирская геральдическая коллегия помимо того что она присуждает гербы правда непонятно на каком основании потому что даровать гербы может только исключительно государство а так как государство у нас этим не занимается даровать гербы вообще-то никто не может гербы люди могут принимать самостоятельно исключительно только в нашей ситуации в нашей Российской Федерации но никак они не могут их получать от кого-то как дар именно так вот сибирская геральдическая коллегия помимо заслуженных граждан наделяет еще гербами и владельцев больших особняков видимо видимо заслуженный чем вот тут здесь гербы сделаны мною а это герб сделанный моими знакомыми из Петрозаводска вот он нанес его на телефон ну и еще как бы такой общий обзор по современной геральдике хотелось бы завершить тем что на самом деле гербы в нашей жизни могут и присутствуют не только в такой вот реальной форме реальной гербы они проникают в нашу жизнь и из художественных произведений из кинематографа из литературы и вот здесь изображены довольно известные тоже гербы из Властелина колец Толкиена да эльфийские гербы гербы гномов это гербы откуда Игр Престолов конечно да это герб герб из Гарри Поттера учебного заведения ну а этот герб кто узнает кто постарше Швамбранди да это Лев Кассиль автору которого в произведениях не один этот герб встречается а несколько гербов кстати что интересно на могиле Лева Кассиля который писал вот эти детские книжки тоже красуется герб сочиненный им же самим ну такой весьма своеобразный тоже герб с каким-то там футбольным мечом еще с чем-то такими атрибутами жизни мальчишек о которых он собственно говоря и писал конечно вот эта вот геральдика вымешанных миров она довольно сильно отличается от геральдики реальной от геральдики которая существует в действительности от европейской геральдики например гербы толкиена у него на самом деле очень разработаны геральдические системы самостоятельно особенно у него разработаны системы в отношении эльфийских гербов эльфийские гербы очень сильно отличаются от гербов европейских там гораздо большее количество цветов оттенки какие-то полутона чего не свойственно для европейской геральдики потому что там используется всего так грубо говоря 7 цветов в английской иногда добавляются другие дополнительные цвета но по большому счету 7 цветов 2 металла и 5 цветов для чего это было нужно для того чтобы все было четко ясно и видно издали со счета в эльфийской геральдики другие правила потому что как объяснял сам Толкиен который считал что он все это не выдумал а просто описал гербы эти появились не так как появились они в Европе то есть не из счетов военных а совсем по другим причинам то есть из мирной жизни и поэтому у них такие вот особенности что касается гербов гномов там людей из мира Толкина то у них конечно там гербы больше похожи на гербы европейской геральдики они более просты иногда очень аскетичны даже я бы сказал из всех этих систем наверное все таки именно Толкиеновская геральдическая система наиболее оригинальна и интересна ну а остальные уже постольку поскольку конечно это тема отдельного разговора и здесь просто наверное я не уложусь в те выделенные 30 минут если говорить об этом я вообще уложился 30 минут перебрал извиняюсь но тогда я хотел бы сразу же перейти к вопросу спасибо аплодисменты